В Коми много талантливых детей. Совсем недавно мы рассказывали о мультфильме «Два друга», который создавался маленькими режиссерами студии Нисон. Сегодня же речь пойдет о другом, но не менее красочном мультфильме – старинное село Ипп. Юные участники студии «Сказки-краски» буквально слепили мультфильм из того, что было – из пластилина. Главный герой, лосенок Йоропи, расскажет об удивительной гостеприимной Коми-Земле, ее святынях и истории, тайнах и легендах. Хотя, что я рассказываю, давайте лучше посмотрим. Видео Олллит. Здравствуйте. Меня зовут Йоропи. Я живу в республике Коми. В моей республике очень много лесов. Это самые большие нетронутые леса в Европе. А еще в моей республике самые красивые деревни и села. Я расскажу вам об одном удивительном селе Савдавдинского района – селе Иб. Слово Иб с ком языка переводится как «холм» – «возвышенность». Село раскинулось на семи холмах на берегу реки Сысовы, растянувшись почти на 16 километров. Тут очень красиво. В селе есть свой парк юрского периода. Охраняемый природный ландшафт Каргардский. Здесь находят останки морских ящеров, которые жили миллионы лет назад. Их диазавры и плезиазавры населяли когда-то воды древнего Сысовского моря. Много легенд и преданий хранит Ибская земля. Одна из легенд гласит, что в 14 веке в этих краях был сам Стефан Пермский. Креститель коми Зырян – составитель первой коми-азбуки Анбура. Через 500 лет жители Иба построили на высоком холме деревянную церковь в память о святом Стефане. Поставили ее всего за один день – 8 мая 1896 года. В центре села – церковь Вознесения Господня. Это первое каменное здание. Его строительство началось еще в 1825 году. В деревне Каргард стоит часовня святых апостолов Петра и Павла. В деревне Шорьев – часовня святого Николая Чудотворца. В деревне Ваткерес – часовня светлого Христова Воскресенья. Почти в каждой деревне бьют ключи со святой водой. Говорят, что вода в источниках обладает целебными свойствами. А в этом здании находится историко-кривеческий музей имени Александры Александровны Куратовой. В музее хранятся интересные экспонаты, предметы коми старины. Недавно здесь построили финно-угорский этнокультурный парк. Там можно весело и интересно провести время, побывать на праздниках и концертах и даже полетать на воздушном шаре. Как же красиво кругом! Аддиш лы тэч! До свидания!